Что вы пахарь, что вы владеете всеми жанрами, да, вы работали и в джигитовке, и воздушная гимнастика, и что вы, несмотря на то, что вы продолжаете цирковую династию, то есть вы, скажем, вы не баловень, да, так скажем, цирка, вы пахарь. Это правда. Ну, со стороны виднее, скажу вам, знаете, коротко и честно. Я просто не имею права подвести свою фамилию. Я не имею права подвести свою династию. Это был мой выбор, и я должна отвечать за свои слова, за свой выбор, за свои действия. Поэтому я стараюсь хотя бы догнать родителей. А там уж перегнать, это слишком сложно. Но также цель, наверное, все-таки это остается. А правда, что ваше отец был советником президента по цирковым, ну, по вопросам цирка? Ну, он до сих пор в команде путинской, да, у нас на сегодняшний день. Да, безусловно. Он на сегодняшний день, я говорю, очень влиятельный человек в цирковом мире, в кругах правительства. Но вам это помогало всегда? Нет, мне это только мешало. Почему? Потому что очень много говорили, что она вот потому, что там у нее папа, и вот она, ну, бывало до такого абсурда, что у нее хороший номер воздушный, потому что у нее папа директор. Я говорю, ребят, ну что за бред? Я подтягиваюсь там 17 раз, потому что у меня папа директор, но это уже только от человека зависит. Ну, и я всегда стеснялась, честно, я стеснялась долго-долго. Вот недавно только я стала гордиться тем, что у меня такая фамилия. Я долго стеснялась этого, потому что все считали, что все мне купил, подарил, сделал папа. И папа, у меня папа тоже такой человек, и он тоже максимально меня там наказывал, ругал, что-то не позволял, чтобы всем доказать, что вот это не так. А в результате все все равно думают, что это так, и, наверное, иногда даже думают, да лучше бы ты мне помог. Вячеслав, каково это жить с примой российского цирка? Нелегко, одним словом. С кем легче, с гепардами или с примой? Говорю честно. Наверное, с гепардами. С гепардами? Я просто тигр по году. Не так все плохо, как все говорят, потому что, к сожалению, люди завидуют, завидуют зло, хотя, очевидно, не видят, просто человек на самом деле работает, ну, перекрывают людям, да, какие-то вот их не... Вот, ну, само собой, да, как бы, как она не дает слабину, так и мне приходится, само собой поддерживать на ее уровне, потому что она пахарь, как бы, я раньше думал, как бы, да, я работаю много, странно, но когда я вижу, как моя хрупкая жена выносливая меня там в разы и много всего делает, и, по-моему, да вот, не может быть, я же мужик. Давай тоже, а, уже с языком на плече, но все равно я понимаю, что не могу ее догнать, она у меня как-то... Но настолько она у меня сильная, конечно, что я прям умеряюсь, удивляюсь и не перестаю это делать до сих пор. Гордитесь? Горжусь, это слово. Сын ваш завтра тоже захочет работать в цирке, вот вы лично поддержите? Не, поддержу, конечно, да, но попытаюсь по максимуму дать ему больше перспектив, больше возможностей увидеть, может, этот мир по-другому, может, не то, что я увидел, но то, что она увидела. Хотя, мне кажется, та перспектива, которую предлагали ей, она все равно осталась в цирке, это именно... Мне кажется, дело сделано. Вот он, например, смелее вас, он гладит Блэйзи по носику, а ему год и восемь месяцев. Видите? Вы знаете, если бы я с рождения видела Блэйзи, я бы нам тоже гладила по носику. Нет, ну это правда, многие дети, правда, боятся, опять же, вот этот инстинкт самосохранения, хотя он у детей чаще всего отсутствует, но многие дети, они вот так начинают к родителям прижиматься. Этого мы не можем, мы его просто отдираем, он к любым вольерам, к любым животным лезет. И цирк, цирк, утром просыпается, идем в цирк, цик, цик, Блэйзи, Блэйзи, он ее знает, он ее любит, любишь Блэйзи, убу, он только научился говорить, и, наверное, второе, третье слово, первая мама, вторая папа, третья Блэйзи была. На ваших представлениях больше взрослых все-таки или детей? Потому что, я думаю, что гепарды, вот лично мне как-то, мне кажется, даже интереснее, да, нежели детям. Вообще, мы всегда старались, стараемся, будем стараться доказывать зрителю, миру, общественности, что цирк – это демократичный вид искусства, это вовсе не искусство для детей, и главное… Хотя все привыкли так думать. Это неправда, это самый честный вид искусства. То есть, цирк обычно ведут детей? Вот к нам, когда на спектакль приходят, приходят с одним настроением и уходят, мы интересуемся, мы спрашиваем, взрослые тоже довольны и счастливы, потому что мы, наша позиция такая, что цирк должен оставаться настоящим цирком, которого, к сожалению, сейчас очень мало, очень часто стараются схалтурить, а мы все-таки все время репетируем и заставляем, это не люблю это слово, но это так, всех работать в полную ногу. Если это трюк, то это трюк. Если это улыбка, то это искренняя улыбка, которая идет изнутри, чтобы дарить зрителю. И только такие люди с нами уживаются, которые искренне дарят этот вид искусства зрителю. Это самый честный вид искусства, ведь это не кино. Я никого не хочу сейчас принизить, но тем не менее, тут другие сложности, тут нет дублей, тут нельзя снять все со второго раза или с третьего. Тут, если ты делаешь тройную сальто-морталь, у тебя одна попытка. Вторая попытка – это в лучшем случае больница, если ты сделал что-то не так, ты придешь там на голову, на шею. Если хищник показывает, что ты не прав, у тебя есть один шанс сию секунду исправить ситуацию, иначе это, опять же, в лучшем случае перевязка какая-то и так далее и тому подобное. Это даже не спорт, где чаще всего рекорд ставят один раз в жизни или один раз в несколько лет на каких-то чемпионатах, олимпиадах и так далее. Человек каждый день ставит свой собственный рекорд. Каждый день борется со страхом, порой борется за жизнь, за свое здоровье. И хочется, чтобы зритель действительно это воспринимал и ценил. Тут мы не поем под фонограмму. Правильно говорите, что халтуры очень много, да? Вот в том-то и дело. Конечно, тут хочется высказать свое фе коллегам, которые купят там медведя, научат, слава богу, на задних лапах ходить. И все. И приходите в цирк, у нас дрессированный медведь, с ума сойти. Зритель приходит, смотрит и думает, ну обманули. Второй раз приходит, ну обманули еще раз. Третий раз он уже не идет. Кстати, да, из-за этого уже потом люди не ходят в цирк. Чаще всего. А мне лично очень обидно. Даже не потому, что там могут быть где-то пустые залы или что-то в этом плане. Просто действительно мы это видим изнутри, как многие, ну наверное сейчас уже большинство артистов опять начинают трудиться в полную ногу. И хочется просто, чтобы это ценили, чтобы уважали этот вид искусства. Ну я думаю, что на ваших спектаклях, наверное, пустых залов никогда не бывает. Ну мы чаще всего, да, у нас туда-то все хорошо. Но это безопасно на манеже? Или вы же манеж закрываете? Нет, конечно, сетку. Сетку, да? Мы понимаем сетку, мы соблюдаем элементарную технику безопасности. Потому что это они к нам относятся так. Иногда бывает даже какие-нибудь мамочки ведут, как хотя нельзя ходить, когда хищники работают. Ведут ребенка там в туалет, допустим. И да та же самая ручная в лезе, она не понимает, кто это, маленький ребенок или это добыча. И начинает охотиться, начинает присматриваться. Иногда какой-нибудь элементарный воздушный шарик в зале не понравится. И вот гепард может про нас вообще забыть, смотреть все время вот такими глазищами на этот воздушный шарик и думать, есть его или это опасность, или что это. Поэтому, если, не дай бог, сетки не будет, конечно, не дай бог пойдут разбираться с тем объектом, который им не понравился. И тут уже не сдобровать, так что. Так просто нельзя. Вячеслав, а как себя вести с хищниками, чтобы не спровоцировать нападение? Трудно, на самом деле, объяснить так. Какие-то основные правила для охотников, скажем так сейчас. В любом случае, животное, когда видишь, что меньше, когда они видят детей, они видят, само собой, более легкую добычу, они начинают за ней охотиться. Как таковых, чтобы прямо спровоцировать, если оно сытое, да, оно может только рефлексом произойти. То есть вы можете его испугать, он может напугаться, из-за этого он может кинуться. Конкретно, конечно, когда он голодный, он находится, да, но тут... То есть если животное испугалось, то вот в этот момент, как вы сказали, только трусливый, да, хищник может наброситься? Нет, не только трусливый. Просто трусливый хищник чаще пугается, поэтому он опаснее. Любой хищник, когда чего-то боится, он уже не отдает себе отчет. Ну, бывают люди-паникеры, они чего-то боятся, и все, их не остановить, они бегут напролом. Но человек все-таки, это человек с интеллектом, и он отдает себе отчет в своих действиях. А хищник все, это там, это более примитивный. Примитивный пример, вот есть номер с кенгуру, да, когда делают бокс, то есть делают ринг, заводят туда животное, ему некуда отходить, само собой он начинает уже, ну, атаковать, то есть, да, примитивность, он переживает, у него нет как бы места отхода, и начинается драка, тоже получается такой, как таковой бокс. В данном случае, да, то есть, любое животное, собака, да, даже, не знаю, то интерьер его загонишь в угол, он кинется на тебя, то есть, он, по-моему, боится, он не понимает, что ему делать, ему ничего не остается. Ну, как бы здесь получается так, что просто нужно чувствовать животное, узнать, понимать, смотри, какое животное, еще какие-то паводки, да, потому что будь то кошка, будь то собака, ну, или будь то гепард, да, он по-своему, опять-таки, об этом сигнализирует, когда он... Но гепард умное животное? Да, очень, да, да, то есть, да, если бы там можно взять кошку с собакой, грубо говоря, ну, котопес такой получается, у него есть и от кошки, и от собаки, то есть, они, в принципе, ну, в чем еще печально, они переносят также и болезни кошачьей, собачьей, но при этом они... Ну, честно, мы, когда готовимся к репетициям, готовимся дома, вот сидим и понимаем, завтра вот это попробуем сделать, мы пытаемся просчитать каждого гепарда и обхитрить, и чаще всего у нас не получается с первого раза это, потому что они тоже сидят, наверное, дома и просчитывают, а как сделать? Завтра придут, да, же раз со славой? Завтра, да, они будут проверять, а вот так, а давай так проверим, а давай так, они проверяют обязательно, они, несмотря на то, что они нам уже доверяют, они всегда проверяют, что мы им предлагаем, какие у вас правила игры, и когда они понимают, что у нас вообще в приоритете пряник, есть кнут и пряник, да, в приоритете пряник мы отказались от многих методов дрессуры, ленивых дрессировщиков, напугал-запугал, животное делает, к счастью, это уже отходит, это уже стыдно, это уже признак дурного тона, и очень рада, что появляется все больше и больше дрессировщиков, которые по-настоящему любят животных, которые любят животных как животных, а не как объект, с помощью которого можно заработать деньги и зарплату. Поэтому животные нам доверяют, у нас в приоритете пряник, у нас так называемый кнут только тогда, когда животное действительно начинает проверять тебя на силу и идет, ну, убивать, по сути, вот тогда у тебя тоже должна быть защита, у тебя нет таких зубов, у тебя нет таких когтей, поэтому в руках появляется палка, которой ты можешь отмахнуться и останешься цел. Вот, собственно, и все. А что, Дарья, есть люди, которые рассматривают сыр как бизнес, которые могут, вы говорите, купить медведя, да, там, или животные? Очень много таких, и мы активно с ними боремся. И сейчас многие артисты, мы сделали такую гильдию по защите животных, разрабатываемые по защите животных в цирке, потому что тут надо золотую середину оставить. Появляются какие-то правозащитники, которые просто... Цирк должен быть без животных, и все. Это глупо. Но то, что цирк должен быть с счастливыми животными, это другая история. И есть, и фотографы разные, тут не только цирка касается, которые купили обезьяну, держат в такой клетке, чтобы она не кидалась, понимаете, чтобы она всегда в удрученном состоянии была. И ходят там на пляже зарабатывать деньги. Презирают таких людей, ненавижу таких людей. Они свою силу, они даже не слабее этих животных, просто они интеллектом выше, и они могут их очень сильно обхитрить и обмануть. Тут, в нашем случае, мы их не обманываем, и мы их просто просчитываем. Мы выбираем те условия игры, в которых им комфортнее и интереснее. Тогда будет работа, тогда они будут отвечать взаимностью, и будут хорошо все выполнять с удовольствием. Элементарно, когда у нас время переезда идет, то есть мы не репетируем с животными, ничего не делаем, проходит неделю, может, полторы, и вот в итоге мы приезжаем в Новый город, ставим наш манеж, поднимаем клетку, выводим животных, и они практически сами все делают, потому что видно, они полторы недели сидели, звучали, они выходят, начинают прыгать, сами бегать делать, там, всякие трюки, которые они понимают, что они умеют. Да, они знают, они... То есть они даже, бывает, не ждут, когда ты дашь им команду, так, все, идем на этот трюк, они понимают, так, этот уходит, следующий я, все, и сами срываются, и идут на свою очередь делать то, что им нравится. Ну, оно так и есть. У нас есть гепард Дида, она в один прекрасный момент очень сильно испугалась трюка, потому что упала мы... Трюк элементарный, ну как, элементарно выглядит, очень долго репетируется, когда гепард сидит на задних лапах. И она его, она делала как часики этот трюк, а потом мы решили пересадить на более высокую тумбу. Она оттуда грохнулась, не ударилась, ничего, но ей это испугало ее это. И все, и мы не могли восстановить, мы уже и там и кормили, и ласкали, и ни в какую. А тут она что-то... Мы даже не можем понять, что произошло, почему-то она вновь стала доверять вот этой тумбочке, на которой сидит. И вот теперь она, когда видит, что в репетиции очередь доходит до этого трюка, она вот так вот сидит и смотрит в глаза. Вот ты просто вот так взглядом встретишься с ней, она уже летит на тумбочку и садится на задние лапы. Даже когда даем команду ей идти на место, она делает, что она не поняла, и опять садится. Ей нравится это почему-то, да это ж не страшно, что же я глупая. Комфорта, видимо, да. Да, и вот иногда бывает так смешно, они такие еще неуклюжие, из-за того, что у них все-таки лапы собачьи, не кошачьи. Они сидят на тумбах, и вот она ждет, ждет, что сейчас ее подзовут. Взгляд встретила, а я ее не позвала. И она сидит, 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 потом кубарем падает, потому что ее перевешивает тело. Такой ба-бах происходит. Она подрывается, на тумбу запрыгивает, видно, не в голове. Может, все-таки позвали, опять спрыгивает, опять запрыгивает. Но давайте я пойду, я хочу быстрее позовите меня, пожалуйста. К вам же приходят на ваши спектакли разные люди, наверняка кто-то влюбляется в ваших гепардов. Не поступало предложение купить у вас гепарда, скажем, за очень хорошие деньги? К счастью, нет. К счастью? Да. То есть вы могли бы задуматься? Нет, нет. Потому что люди, вы знаете, бывают очень неадекватные люди, я боюсь вот таких, которым приходит, изначально приходит такая глупая идея в голову купить у нас гепарда. Потому что, ну, человек себе, если это просто в домашние условия, человек себе, он неадекватен, он совсем не отдает себе отчет. Но есть же люди очень богатые, которые держат таких хищников для красоты, для статуса. Ну, в чем-то и дело, это эгоисты. Я считаю, это эгоисты. Они никогда не сделают животным 100% хорошо. Потому что это отдельная работа, это жизнь. Он не будет жить этим гепардом. Он не будет мясо сам выбирать, нюхать и говорить, что-то, по-моему, уже подпортилось. Нельзя. Он не будет это делать. Он это доверит какому-то человеку, которому будет платить деньги. И навряд ли он будет каждый день это проверять. Навряд ли он будет ставить видеонаблюдение и смотреть, как этот гепард спал, что, почему он там, не дай бог, хромает, просто отлежал лапу, либо там подрался с другим гепардом. Поэтому животное будет априори несчастным в таких условиях. Он не будет их специально гонять на большой территории, потому что им надо бегать. И так далее, и тому подобное. Поэтому, слава богу, нет. А почему слава богу? Потому что люди, которым изначально приходят такие мысли в голову, они очень настойчивые люди. И от них очень трудно отделаться. С гепардом не было, но были ситуации подобные, там, поменяться с животными. Ну, какие-то совершенно глупые вещи. И очень долго мы не могли, чуть уже даже телефон хотелось менять. Мне вот интересно, вы работаете с гепардами, так сильно очень любите их. А сами вот если, мне просто интересно, меха носите настоящие? Вы знаете, я в последнее время вообще какая-то стала тоже очень сентиментальная. Я в последнее время даже стараюсь, я вот, например, не могу попробовать здесь конину. Потому что я работала с лошадьми. И когда я узнала, что сардельки были из конины, я долго себя, нет, 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 это кто-то ошибся, нет, все. Ну, прям нехорошо. Меха, ну, вот сами видите, да, сижу с мехом. Я не думаю, я абсолютно не думаю, что это кто-то бегал, потому что, ну, так можно с ума сойти, так можно стать вегетариантом. То есть зимой вы ходите в шубе? Я зимой хожу в шубе, да. Да, но я, правда, я не думаю, вот сейчас, если мы будем развивать эту тему, я ее выброшу, давайте закончим, пожалуйста. Я, правда, могу дойти до того, что стану вегетарианцем, а в моем случае это нельзя, я буду долго болеть. Вячеслав, скажите, пожалуйста, вот напоследок, можно пару советов, да, для тех, кто хочет дрессировать, ну, скажем, не гепардов, да, ну, элементарно собаку. То есть, с чего он начинает? Извиняюсь, не начинаю. Ну, на самом деле... То есть, человек, который дрессирует гепарда, я думаю, для вас дрессировать собаку, кошку, я не знаю. Кошку никогда в жизни не дрессировать, да? Ну, да, кошек трудно, нужно вникнуть, как их дрессировать. А снова, конечно, да, в любом случае, я вот сейчас думаю, то есть, у нас родился сын, да, и бывает там переводишь как-то дрессуру животных, а, ребенок, так, человек, по-другому надо как-то, там где-то он что-то возьмет, фу, нельзя, а потом помешает ребенок. Но тут, в принципе, да, любое животное, то есть, тут нужно понимать, как бы, да, то есть, тут сделать какую-то ступеньку, да, вот, допустим, финал, что ты хочешь, да, чтобы, допустим, собака приносила тапочки, к примеру, да, то есть, и начать какие-то азы, с чего начать, чтобы вот он вникал, то есть, по ступеньке, что-то надо разложить, и, как бы, количество переходит в качество, да, оно уже перейдет, то есть, ну, главное именно понимать, не делать больших шагов, допустим, сразу, ага, там, слово возьми, он еще его не понимает, и принеси, и ты начинаешь ему возьми, принеси, а он не понимает, что ты от него хочешь, возьми, принеси, сначала нужно донести для собаки, что такое возьми, потом что такое принеси, потом подсоединить, и потом уже что именно взять, принести, то есть, ну, оно такое долгое. Сколько команд знают гепарды, ваши гепарды сегодня? Не считали. Ну, то есть возьми, принеси, сделай, прыгай, они дни на слова. Да, то есть разно. У них не слова. У них вот с гепардами, то есть у нас больше какие-то жесты, да, то есть движение, корпус идёт. Ассоциативный ряд у них. То есть, да, такой. А с собаками, то есть, да, там, наверное, больше какие-то команды идут. То есть хотят там тоже, в принципе, они... Ну, я стараюсь вообще дрессуру, вот, и потому что я сама с собаками работаю ещё, ну, вот сейчас в острове Грёзд ещё номер с собачками у нас есть. И я в последнее время, да, собаки хорошо понимают слова, и некоторые собаки даже понимают смысл слов, что, может быть, противоречит каким-то научным исследованиям. Но я стараюсь всё-таки, чтобы это были жесты, обыгранные по смыслу, да, внутри сценария номера. Потому что, ну, элементарно, если животное будет приучено к словам, ты будешь как колхозник кричать в манеж, потому что музыка играет громко. А если ты ещё какая-то команда, например, «домой», если всех, ну, десятерых собак приучить команде «домой», ну, скажешь слово «домой» одному, они все побегут туда, потому что они будут знать это слово. Соответственно, тут где-то по взгляду они уже ждут, тут где-то по какому-то движению. Так стабильней, так надёжней. А вообще, честно, отвечу, дополню ответ Славы на ваш вопрос, как дрессировать собаку. Очень банальный ответ, но животное, правда, нужно любить. Вот в этом маленьком слове скрывается очень много. Любить не потому, что, ой, потискать, там, поцеловать приятно. Абсолютно нет. Когда ты любишь животное, ты относишься к нему как к личности. А у собаки, элементарно, у собаки есть свои привычки, есть свои интересы. Если ты будешь любить, по-настоящему вникать, это тоже личность, тоже со своим личным пространством, в которое где-то можно входить, где-то лучше не входить и не наглеть. Поэтому, ну, элементарно, что если ты любишь собаку, ты будешь кормить собаку тем, что вкусно ему, а не то, что тебе удобнее по дороге купить в магазине. Ну, вы знаете, Дарья Вячеслав, я думаю, что если вы нашли общий язык с гепардами, вы с ними дружите, живёте одной большой семьёй, то, наверное, с людьми вам найти общий язык вообще не проблема. Или бывают конфликты? Бывают. Бывают. Я повторюсь, люди разные. Люди всё-таки часто эгоисты. Ну, наверное, это правильно. Наверное, мы все эгоисты. А что, животные не эгоисты? Нет. Животное готово прыгнуть за тобой и спасти тебя. У меня когда была пантера, а пантеры боятся воды. И тут, значит, что-то мы давно не делали, маникюр-педикюр, и я её повезла на дачу и привязала её, знаете, как козочек пастись привязывают, чтобы длинный был поводок, чтобы она могла бегать. И сама прыгнула в пруд купаться. И думаю, дай-ка, ну-ка, проверь её. И начала кричать, что это оно, плескаться. Она бросилась ко мне необдуманно. Хотя, когда я её поливала из шланга и предлагала ей сама купаться, она шипела, форчала. И у нас она побежала меня спасать. Поэтому человек подумает, надо ли ему это, а что будет. Покажет ли по телевизору за то, что я подбегу к машине и вытащу людей, которые попали в аварию. Или всё-таки я спешу навстречу, и ладно, скорую кто-нибудь ещё вызовет. Люди о себе в первую очередь думают. Ну, так оно есть. Так вот мир устроен. Животные, они более преданы всё-таки. Мне очень приятно было видеть вас в своей студии. Я говорю, у меня были разные гости. И я, честно говоря, никогда не представляла, что у меня в гостях будет настоящий гепард. Такой хищник, да. Один из десяти, оказывается. Я думала, что он у вас единственный, а у вас, оказывается, их целых десять. Спасибо большое. Вячеслав, Дарья, у вас замечательная семья. Вы действительно одно целое. Я смотрю на вас и понимаю, что вы одно целое не только вдвоём, и с вашим сыном втроём, но и с гепардами. Я желаю вам новых трюков и, конечно же, благодарных зрителей. И обязательно приду на ваш спектакль вместе со своим ребёнком. Мы ждём вас. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Статус Кво», и сегодня у меня был действительно эксклюзивный гость, настоящий гепард, девочка по имени Блейзи. Спасибо большое. Смотрите нас в следующий четверг. Увидимся. Всего доброго. До свидания.